Всем привет! После уборки, которая была у меня в прошлом видео, у меня появилось непреодолимое желание заполнить это пустое место в моих лясечках. Предлагаю вам приступить к шагу номер два, или назовем его так, шаг номер два, чтобы вернуть или найти новое вдохновение, это покупки новых материалов. И кстати, в конце этого видео я вернусь в подпрошлое, почитаю комментарии, и мы разберем некоторые нюансы, которые можно исправить, добавить, и что подсказали девочки для улучшения хранения. Коробочку оставим на потом, и вот начнем с таких надписей. Это все я купила в нашем местном магазине, я живу в Симферополе, у нас есть студия. Это надписи, вырезанные на термотрансферной пленке, кстати, я ее тоже купила, покажу чуть позже. Все вот эти надписи с помощью утюга перенести это на любую тканевую кожаную поверхность. И теперь приступим к рулончикам. Первые три рулончика, это у меня глиттерная ткань, которая вот на такой тканевой подложке. Чуть-чуть опадают они, видимо, какие-то изначально при поклейке не приклеились, и они отпадут. Но основная масса держится хорошо, провожу рукой, ничего не остается. Также взяла белый кожзам, плотненькая, и я думаю, будет хорошо держать форму. Можно сочетать со всеми вот этими тремя оттенками. И также вот она, эта термотрансферная пленка. Итак, вот такой вот кусочек. По ценам, простите, я уже не могу сказать, покупала давно. Вот так у меня покупочки лежали, ждали, наверное, этого видео. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Итак, мы включили утюг. Наверное, нужно сделать какую-нибудь среднюю мощность. Отрежу кусочек кожи, отрежем полосочку нашей пленочки. В полосочке есть такая вот сверху пластиковая пленка, которую нужно снять. Мы ее снимаем. Красота какая! Прикладываем к нашему кожзаму. Сверху можно положить вот несколько листиков, может даже в 4 сложения. Так, и проходим утюгом. Сильно надавливаем, но недолго держим. Поднимаем. Давайте еще разочек. Поднимаем. Вот, что у нас получилось. Отличная полосочка, она приклеилась. То есть, можно вырезать любые фигурки. Кстати, у меня вот есть вот такие дыроколы. Нажимаем. Раз, два, три. Здорово! Как классно вообще! Ну и так, давайте теперь приступим к коробочке. Все видели, сколько у меня запасов лент. И, конечно, что же я купила. Раз, два. Ленты. Ну, понятно, что их не очень много, но они просто потрясные. Здесь у меня шесть цветов велюровой красивой ленточки. Смотрите, какая красота! Из такой ленточки я делала закладку в книгу. Как-то в паблике ВКонтакте девочка поделилась, и мне очень понравилась эта идея. Я сразу же пошла, минут за пятнадцать сделала. Все у меня было. И подвесочки, и такие вот зажимчики специальные. Но из них я хочу сделать, попробовать цветочки. Лепесток-петелька. Мне кажется, будет очень классно смотреться. В общем, вот такие у меня красивые цвета. Смотрите, супер! Красного не хватает. Но красный у меня есть вот в этих суперсочетаниях. Вот. Это моя любовь с первого взгляда. Такой темный, приглушенный, зеленый, с ярким красным. Просто супер! Это все у меня бархат. Темно-синий с красным тоже красивый, но вот этот, конечно, мне очень нравится. И вот такие вот расцветки Репс. Дальше у меня тут всякие серединочки. Тут упаковка у нас не для слабонервных. Будем рвать все. Много кто выкладывает бантики с этими лолками. У меня племяшка заболела лолками. Ну и поэтому вот она моя коллекция. Тут у нас и такие принцессы наполовину обрезанные для юбочек из ткани, чтобы создавать им делать тоже бантики. Вот эти мне понравились. Шанельки номер 5. Ну и очень много лолок в разных варианциях, в разных костюмчиках. Ну, нам не очень нравятся эти куколки, потому что эти глаза на все лицо такое какое-то непонятное. Но со временем смотришь на них, а вроде они уже и симпатичные. Бантики. Смотрите, какие классные. Вот они беленькие. Вообще супер. Очень красивые. Такие нежные. За счет того, что вот этот более такой блестящий камушек, эти такие как мутноватые, очень классно на контрасте играет. Звездочки. Кстати, в звездочках есть даже сквозные дырочки, через которые можно будет прошить, потому что все-таки такие металлические серединки лучше дополнительно как-то мононитью прошивать. Красота. Так, следующий пакетик. Это серединки для бантиков. Пришиваем, потому что здесь есть, вот видите, сквозные дырочки, то есть можно пришить. И вот здесь уже будет бантик красивый. Класс. Вот такие подвески. Кстати, тоже очень классно смотрится. Именно вот почему-то вижу под бантиком. Но сейчас многие девочки делают и цветочки канзаши, совмещают с бантиком, добавляют какие-то подвесочки, какие-то там кружевные элементы. Смотрится очень многослойно, красиво и очень интересно. Дальше идем дальше. Так, это у нас ушки. Ушки металлические. Смотрите, очень крутые. Миллион пакетов у меня будет. Давайте начнем вот ушки. И здесь вот тоже есть тразики. Серединки для бантиков. Вот такие золотые, квадратные. И вот такие кругленькие. Последний пакетик. Ну вот, недолго я радовалась. Ух ты, зато какая красота. Короны. Ничего себе. Тут один большой страз, два маленьких и много-много мелких. Все, покупочки мои все. И вот хочу сейчас вам еще показать две посылочки, которые пришли мне в рамках проекта «Подарок паблику Куликовой». С маленькой начнем. Суть проекта в том, что участники паблика присылают цветочки для общего панно. О, кстати, можно взять на заметочку отправление посылки в такой вот коробочке. Да, там цветочек. Видишь? Кстати, эта посылка мне прислала Любовь Волкова. Ух ты. Супер. Ой, какой он прекрасный. Какой он мягенький. Все такое нежное, такое клевенькое. Там вот у нас точиночки такие симпатичные. А это прислала Надежда Семенова, автор, кстати, нашего канала «Куликова эндко». Но тут прям целый подарок. Кстати, вот мне нужен цветочек. Только цветочек. Все, подарки. Это, конечно, все очень приятно, но... Ой, ну все. Надеюсь, будет мастер-класс по такому цветочку. Вот, смотрите, какая прелесть. Мягенький подсолнышек. Моя коллекция становится все краше и краше. Итак, дальше. Открыточка. Наклеечки. Ой, круто. Ой, это еще с 8 марта у меня поздравление. Ой, ты. А это у нас держатель для фото. Ох, подождите, а что это такое большое? Вау, ничего себе! А что? А что сюда вешать? Медали, награды. Все нормально, все дошло в целости и сохранности. Смотрите, какая красота. Блокнот. Что будем записывать? Идеи для новых мастер-классов. Спасибо большое, девочки. Вы невероятные. Вот, смотрите. Все получаются очень разные. Вот оно, мое богатство. И теперь давайте перебегаем к комментариям к прошлому видео. В основном у многих девочек возник вопрос о резинках, которыми я фиксировала бобины ленты. И я с вами согласна, со временем они сохнут и рассыпаются, и при этом могут испортить ленту. И есть несколько решений этой проблемы. Первое. Это беспрерывная работа. Таким образом резинки просто не будут успевать высыхать. Второе решение. Я подглядела в магазине Фантазия Рук. Нужно просто обрезать кусочек бумаги, обернуть им ленту и склеить скотчем или клеем для бумаги. В работе этот способ очень удобен. Просто снимаете бумагу, используете ленту и потом опять надеваете ее. Еще девочки предлагали использовать не канцелярские резинки для банкнот, а резинки для браслетов. Возможно они тоже будут сохнуть, будут рваться, но вероятнее всего не будут оставлять след цветной вокруг бобины. И еще я хочу сказать спасибо за ваши фото отзывы о проделанной уборке на своих рабочих местах. Нет ничего лучше для автора, чем обратная связь. Очень много советов также было по поводу маленьких отрезков ленты. Что можно сделать из маленьких кусочков. И в паблике даже стартовал флешмоб Куликова «Ликвидация остатков». Если есть желание, то обязательно присоединяйтесь. Вся подробная информация по ссылочке в описании к этому видео. Сегодня у нас 8 марта и поэтому всех наших прекрасных рукодельниц я поздравляю с нашим законным днем. С праздником! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!